и снова здравствуйте всем привет и так теперь вопрос в чем вот идет к примеру дуэль наши персонажи стреляются и согласитесь что будет плохо если просто достаются пистолеты допустим и бац и выстрел да не интересно давайте это дело все попробуем улучшить информация опять же значит с ютюба импортируем сюда импорт fbx где у меня тут ствол вот он ствол значит тройка на ломпаде значит мы это все дело g подставим вот сюда присутствует значит пуля присутствует значит пистолет и присутствует ствол так давайте я вам покажу как выглядит ствол это лучше наверно выйдет мод зайти видите я переделывал ствол почему пистолет то скачанный а вот ствол я переделал что больше было вот этих вот значит ребер вот так вот это все дело добавляем еще немножко вот ну побольше да вот этих вот ребер значит обжиг мод все это дело понятно теперь что у нас получается у нас присутствует ствол присутствует пуля и смотрите значит таймлайн мы вытаскиваем на таймлайне выбираем нашу как давайте добавим сразу рек чтобы потом этот пистолет можно было в цену добавлять давайте добавим shift а добавим арматура сингл бомб так пистолет тогда мы все это дело с прям уменьшим g подставим к нашей части вот можно чуть-чуть повыше единица нампаде главное чтобы это все дело опять же было по центру семерка на нампаде смотрим насколько у меня тут что убегает выбираем пистоль как вот поправляем к нашему стволу когда стволу ходит видите как бы тут так 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 а что это такое и с чем его едят да вот эту штуку сейчас мы передвинем edit mode почему она тут оказалась значит это так л английская полигоны включим значит что тут так тройка на нампаде единица нампаде сделаем g и перенесем все это дело вниз так control z тут еще какая-то а вот она штуковина идет так ну ладно давайте поправлять до тройка на нампаде единица нампаде будет наверно полезно если у у кого-то какой-то косяк такой же будет так теперь у нас получается эта штука вроде выровнялась теперь l вот эта штука так и вот это так тут еще какая-то стукенция присутствует до единица нампаде делаем допустим я не знаю где она должна быть когда вот это вот стоит за фигня такая давайте л выберем нафиг она нужно делить а вот эту значит единица нампаде перекрутим и g подставим значит куда-нибудь сюда вот так да теперь опять же l выберем всю эту конструкцию r как бы она должна наверно перекрутиться g что это тут а ну да какая-то стукенция опять же тут вот такой попался значит не до скачки пистолет object mode все нормально вроде ну более-менее да так теперь стройка на нампаде выбираем кости заходим в edit mode выбираем нашу кость делаем ей r я не буду делать полный рик полный рик значит у нас есть уже на канале можно это все дело значит посмотреть как все это дело отделяется ставим in front чтобы видеть где у нас находится кость потом можно добавить кость на кручение барабана косточку на баёк и косточку значит на наш вот этот курок так теперь делаем shift d так а ну-ка shift d и переводим к нашей пули делаем с делаем g будем подальше от нашего значит ствола от пистолета для того чтобы потом не сверли не связалась вот эта косточка со стволом делаем control пики попсет заходим в обзор мод выбираем нашу пулю вытягиваем вперед где-то так так все это дело есть выбираем значит у нас вот этот пистолет делаем alt p clear parent на всякий случай если вдруг он к чему-то привязан и вяжем его control пи так это значит даже нет заходим в пус мод и так следом заходим в обзор мод выбираем наш ствол вяжем опять же к этой косточке рут кости управляшки control пи бом и заходим в обзор мод выбираем нашу пулю выбираем вот эту control пи бом так значит на первом кадре выбираем пулю это уже заходим посмотрим выбираем пулю засовываем ее значит назад чтобы она у нас была в стволе прописываем ей а и лок рот чтобы постоянно вот эту окошко не выбирать кейнг на выбираем находим лок рот если будете делать скайл то выбираете значит лок рот скейл ну пока увеличение не будет размера пойдет так следом на десятом кадре выбираем выбираем нашу пулю пуля вылетает из нашего ствола прописываем и и и следом значит двадцатый кадр пуля уходит куда-нибудь ставим двадцать кадров и и вот пуля значит стреляет пуля у нас стреляет но что еще можно сделать выбираем object mode наш ствол заходим в модификаторы находим cast вот этот и видите насколько у нас увеличился ствол вот ставим на первый кадр нам нужно выбрать нашу пулю x отключаем за где 0.50 ставим 0.08 стоит теперь ставим радиус где-то метра семнадцать так и вы видите насколько многовато да значит ставим use transform вот прикольно она значит уже стреляет уже движение ствола есть прикольно будет да при анимации если еще будет двигаться барабан будет двигаться руки и вот раз такой и пуля уходит в никуда вот так это все дело происходит вот видите если поставим x то будет ствол круглый по у если отключаем что у нас происходит вот какая прикольная у нас выходит штука вот вот такая штукенция и значит что анимацию задирания я не буду делать и вот эту анимацию значит где происходит выстрел в принципе нам не понадобится почему почему смотрите мы это все дело ставим на первый кадр и все это дело значит удаляем сохраняем весь этот файл допустим save as ну куда-нибудь допустим на рабочий стол допустим выстрел да ствол а теперь файл open нам нужно открыть какого-нибудь персонажа вот допустим вот он наш персонаж с анимацией стрельбы что мы делаем тут вот видите непонятно как он у него раз он берет отсюда ствол то у него пистолеты рукояткой должны быть ну значит к нему да потому что если они будут от него он ну никак его взять не сможет это понятно файл значит что мы делаем файл import так линкуем опять же линкуем нашу сцену с пистолетом вот этим линк находим коллекция коллекция у нас появляется тут вот пистолет вот он делаем r g семерка на нампаде делаем r перекрутку потом разберемся с пулей почему она тут оказалась хотя была в стволе g вкликаем в наш вот это значит в нашу кабуру делаем s g и вот здесь уже у нас выходит казусы видите да вот так все это дело должно быть а ну-ка g подставляем так я отключу это все дело подставляем r в нашу руку побольше вот тогда нужно будет переписывать кабуру хорошо если он так будет доставать допустим из как он из ремня вот кстати видите ремень вот кстати по ремню делаем прописку и блок рот и выбираем кости значит нашего персонажа заходим в edit mode и выбираем нашу косточку и находим косточку таза и пасет и пасет и тогда у нас кобору кобура привязана все нормально так вопрос в чем если вдруг будет происходить анимация какая-то и вы не знаете как обыграть какой-то момент чтобы прям вот четко из кобуры вылазил пистолет да вот это вот кобура по идее она должна быть вот если берем вот если берем вот она должна быть g r и как вот уже вот здесь вот таким вот образом да ну пускай даже чуть-чуть вот так вот чтобы пистолет был в ней тогда у нас получается вот эта косточка видите надо поправить ему значит вид штанов и вот здесь уже косточки одной тогда не хватает так это понятно эту косточку тогда нужно только перекручивать все хватает так 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 кобура тогда далеко ушла видите должна быть как бы наверно вот так вот что то тогда 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 r g как бы так наверное с пистолетом отходить прописываем а и ну прописка да и значит вот он должен достать все это дело это уже отдельно мы прописываем выбираем наш вот этот линкованный пистолет находим какой-то момент раз и вы видите уже опять нестыковка это надо всю анимацию переписывать но это вот здесь пистолет должен быть тогда под кобуру он вообще блять плохо попадает поэтому я за что я говорю что лучше если вы делаете что-то делаете свои анимации тогда они будут более-менее как бы правдоподобные да здесь вот надо уже переписывать это получается всю анимацию нужно под этот пистолет переписать но это геморро проще сделать свою анимацию сразу уже тоже по времени то же самое выйдет так значит прописываем и так потом значит видите тут теперь придется прописывать нам вот это вот каждый раз поправлять потом начнется вот это дерганье ну ладно попробуем прописать чуть-чуть так выбираем наш пистоль делаем R делаем опять же R перекрутку и G значит подставляем к нему в руку так задираем чтобы попасть значит в наш вот этот курок наш палец вот видите тут вроде бы пистолет в руку попал прописываем и вот теперь нам нужно постоянно это все делаем что прописывать вот раз он достает на этом кадре значит пистолет R уходит у него кверху R перекручивается G попадает по пальцу обязательно да прописываем и здесь у нас опять же G R прописываем G опять же видите правильная постановка чего правильная постановка значит руки у пистолета и вот пистолет видите хорошо всегда попадает это он нажимает тут уже тоже и прописка но вот видите что бывает нужно переписывать их здесь вот все нормально здесь вот здесь вот я уже не попал мне здесь нужно опять подкручивать и опять значит подставлять это все дело очень геморно кстати вот эта штука и вот есть у нас еще моменты здесь вот вообще непонятно да почему палец вообще в другой стороне как то так то наверное ну ладно убираем вот эти вот скольжения видите так это значит G подставляем все палец где-то тут уже все равно еще на курок не нажимает но ладно убираем вот это скольжение тоже так и значит единица нам поди R G подставляем вот этой штуки опять же под это подворачиваем подписываем вставляем R как то тут докручиваем вот такая получилась у нас стука вот мы ее дописали все нормально вроде бы да выбираем нашего персонажа и смотрим анимация долгая что мы можем сделать если мы обойдем момент значит доставание пистолета получается мы снимем другой как другой ролик да вот допустим вот эта штука у нас есть мы выберем ее и привяжем посмотр только к нашей кисти control key пускай будет бом смотрим все видите ствол привязан гемора вроде бы нет все прикольно да но момент доставания значит вот пистолета у вас не получится значит вам нужно поделить вот эту анимацию на две части первая часть где он достает пистолет вторая часть где он стреляет это все обыграть на монтаже на значит на связке или использовать аддон который я показывал в прошлый в прошлых роликах который помогает в процессе анимации все это дело привязывать это было значит спаудер я показывал ссылку оставлю в описании не буду сейчас опять этот аддон вам показывать дублировать информацию хочу чтобы вы увидели весь результат значит вот он вот эти анимации английская вот эти анимации мы удаляем delete здесь вот он стреляет и опускает пистолет все следующие анимации нам не понадобится выбираем только эти анимации G подводим наши какому кадру ко второму значит начинаем анимацию со второго кадра и заканчиваем шестьдесят четвертым или делаем ему паузу еще восемьдесят допустим восемьдесят кадров так все сохраняем вот это все дело это файл save as значит бандит один пусть бандит будет два я его переделаю под себя поставлю значит ему свою голову это уже в следующем ролике тому интересном покажу смотрите потому что не нравится мне этот типаж в принципе ничего ну брутальный вроде бы все нормально может его перекрасить просто ну это я уже подумаю потом так есть все вот она у нас привязанная анимация все хорошо первый значит этап повторюсь где он достает пистолет можно это дело отдельно все значит прописать там немного будет кадров да потом у вас выходит где он достает стреляет можно обыграть камерой допустим чуть замедление какое-то сделать сделать монтаж стыковку но это все уже в процессе будет понятно допустим будет интересно все это дело сделать и потом где он засовывает назад пистолет допустим но он может его и не засовывать раз все ждет кто-то поднимется допустим там вдали умирает его значит этот противник так заходим в файл как файл open вот этот еще раз сохраню на всякий звучит файл open находим выстрел ствол о пардонте я что забыл посмотреть бандит 2 смотрите выстрел должен происходить раз он выкидывает ствол это двадцатый кадр можно записать все здесь происходит выстрел и на двадцать восьмом кадре с двадцатого по двадцать восьмой пуля должна улететь заходим и посмотрим сейчас получится ли это фишка я вот первый раз это дело все пробую так вот все закинуть значит двадцатый двадцать восьмой значит open находим выстрел вспышка ствол и значит у нас здесь мы ставим 80 кадров кадр ставим все двадцатый кадр двадцатый кадр дубрируем вот почему видите я удалил значит нашу пулю я удалил когда она уже была в полете поэтому она висела я не пойму думаю не должно так быть прописываем а вот все кадры тут оставили для пули мы ее значит delete удаляем первый кадр оставляем двадцатый кадр значит shift d дублируем до девятнадцатого кадра нашу пулю в стволе из двадцатого кадра значит двадцатый кадр двадцать второй она вылетает она должна показаться прописываем и и значит двадцать восьмой туда-сюда все здесь она уже улетает восьмидесятый можно ее противника куда-то направить ладно все и улетела и значит насколько она быстро летит медленно видите можно снять потом в замедленном кадре как она крутится это как в игре значит элитный снайпер файл все это дело мы save и файл открываем опять же так выстрел так бандит 2 смотрим что происходит раз и видите пуля полетела но косяк какой пуля летит вместе с пистолетом видите это не есть хорошо давайте все это дело ликвидируем заходим опять же в нашу выстрел ствол выстрел выстрел ствол выбираем наш рик заходим в edit mode отвязываем alt p clear нашу косточку от ствола так заходим так заходим мы это мы это делаем а ну-ка пуля прописана заходим в файл save сохраняем и значит заходим опять же в линкованную сцену бандит смотрим что у нас происходит так вот произошел выстрел и видите здесь уже в этой сцене ствол никак не реагирует на ту настройку которая была значит той сцене если мы выберем здесь ствол object mode а ну-ка может здесь будет она работать вот здесь она не работает вот такая штука значит ну понятно да что косяк что эта штука здесь уже не заработала так файл это сохранен значит что еще нужно сделать делаем другой момент откроем open bandit 1 don't save добавим сюда сразу пистолет import fbx desktop добавим ствол сделаем ему s так да выберем наш ствол семерка на нампаде сделаем ему r а ну-ка ctrl z это fbx файл делаем таким образом ствол выберем и выберем наш вот этот пистолет и сделаем ctrl p и сделаем object тогда мы должны поднимать и видите что он поднимается полностью пулю мы так крепить не можем семерка на нампаде делаем r g подставляем единицы на нампаде делаем s делаем g делаем r подгоняем к нашему персонажу ну так где-то и привязываем сразу к нашей руке post mode ctrl p это будет у нас бомб вот ствол у нас видите конючит object mode делаем alt p vr parent семерка на нампаде и попробуем значит другой вариант g g подставляем значит к нашему пистолету пистолету подгоним подставим заведем почему-то он стал больше почему-то ствол вытянулся как-то так это значит подгоняем вроде бы нормально а не чуть докручиваем да и выбираем тоже нашу руку заходим по смот делаем ctrl p бомб так все нормально все нормально да object mode но где-то пуля потерялась пуля потерялась эта пуля осталась у нас в стволе хотя она не должна была значит там оказаться g пуля и смотрите здесь у нас должна вылетать пуля да где-то там подправим ее а ну-ка ну пусть будет так мне интересно вот выбираю я значит кость захожу в модификаторы видите каст здесь присутствует но когда значит линкуешь когда линкуешь каст пропадает вот он я ставлю каст ставлю здесь нашу значит вот эту пулю ставлю 0 точка 8 так здесь ставлю выпускаю метр тонка тем побольше так и значит какой еще финт здесь происходит выстрел выбираем пулю вот вот это будет да неудобство прописывать значит вне рига значит пулю убираем и прописываем значит тут и вот это значит чуть g и здесь значит у нас пуля вылетает от не подождите чтобы ствол у нас двигался у нас пуля должна со ствола вылетать видите теперь нужно ее шиздец как подгадать прописываем и отдельно так здесь у нее уже идет вылет единица на нам пади используем мов и мов все так значит пуля должна вылететь мы должны хотя бы увидеть да и значит потом уже куда она там опа не пойму alt p clear parent она что привязалась к чему-то наверное со стволом я ее наверное привязал да так а ну-ка перекручиваем и делаем прописку тогда после отвязки сразу нужно все просматривать чтобы потом у нас не было каких-то косяков косяков вот как таких да сначала начинаю я делать с одним с одной настройкой потом начинаю делать с другой это не есть гуд прописан прописан и здесь она еще значит стволе как стоп нигде не вылазила с моим тоже и здесь она уже уху-ху-ху куда улетает прописка так смотрим так 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 и здесь вот опять же видите косяк это косяк значит какой косяк что анимация анимация значит если сейчас есть вот опять же давайте проверим если есть анимация так на первом кадре мы вот эту пулю должны должны привязать тоже кисти руки это должно быть пост контрол пи бом тогда обжиг нот понятно что пуля будет следить за рукой и улетать тут нужно ее будет тогда подправлять ну это уже не проблема она улетела и когда это помер максим ну и с ним да так теперь вот раз здесь нужно ей держать траекторию вот видите что здесь она тоже прыгнула выравниваем ее так а ну-ка и прописка и до последнего допустим да до последнего она где-то должна быть ну здесь вот и тогда вот этот кадр shift d копируем до куда нам надо чтобы она уже тогда так она все равно продолжает следить за кистью руки вот это вот тоже уже плохо если я ее привяжу к пистолету или еще к чему-то то будет та же самая шняга постоянное что-то к чему-то должно быть привязано ну в принципе если пуля смотрите мы показали что она улетела да то как же мы можем ее показать а ну-ка джи ну пусть она вот раз и тут находится и вот там где-то мотыляется да но уже не в кадре нам нужно чисто вылет пули а ну-ка смотрим бац все вот пуля ушла смотрим чтобы она ушла куда нам надо и куда-нибудь чтобы ее уже не было видно то бишь у нашего персонажа и там она должна пропасть чтобы она там пропала можно сделать скайл и прописать лок рот скейл вот допустим здесь прописать лок рот скейл поставить так смотрим на этом кадре вот есть пуля но ее в принципе уже будет не видно она улетит черту на кричках но допустим пуля и делаем и с убираем ее прям в ноль так все ее здесь будет не видно и прописываем и когда когда здесь она ее тоже будет не видно а ну-ка здесь она должна с проявиться вот вот и прописать тоже его крот скейл так все видите там мы ее уже в принципе не увидеть должны все раз и она растворяется будет только точка все это нормально все хорошо так смотрим чтобы она тут хоть была так раз потому что опять же в чем вопрос что я писал на локация ротация скейл я не прописывал тогда на первом кадре с с я должен увеличить нашу пулю прописать его крот скейл потом где она вылетает он здесь вот так сделать с скайл да так здесь можно поменять прописку и крот скейл и вот почему-то перестает работать вот этот модификатор да ну-ка выбираем нашу пулю так это нам каст но кстати видите можно еще и пулю надуть вот раз чтобы она там оба и анимации сделать допустим вот так она вылетает прописываем ей анимацию потом добавляем допустим оп как-нибудь вот такую штуку там можно в ноль ее как-то убрать тут вот 10 допустим тут будет у нас 0,5 допустим так тут будет 0,5 а тут может где-то быть вот надутая прикольно будет вот и это можно все еще замедлить сделать чтобы это медленно было так тройка на нампаде что еще хотелось бы посмотреть чтобы пуля не уходила куда-то в бок от ствола да пардонте так теперь что у нас с этим модификатором каст цилиндр все так это радиус все видите косяк в чем что когда начинается прописка таймлайна эта штука вот начинает исчезать тогда получается если я удалю и поставлю опять новый вот тогда он будет работать и доставим на нашу пулю значит это все уже прописывается уже в конце анимации так где на наша пуля так ставим на нашу пулю грузер это маловато она надувает а ну-ка спира так а вот вот курок плоховато что он тут дергается да так а ну-ка а таким образом вот видите курок значит тоже значит оттягивается это значит 025 020 поставил здесь тогда а ну-ка все и опять он конючит все и опять он из курка сделать пистолет или курок привязать к другой какой-то детали не к стволу пустить какой-то хребет здесь допустим давайте попробуем сразу заходим в edit mode выбираем наш L прицел P selection заходим в edit mode выбираем наш прицел на прицел убираем модификатор и тогда что у нас получается прицел привязываем к нашему пистолету Ctrl-P Objective Transform и получается у нас что вот все курок на месте у нас раздувается только ствол а ну-ка на ствол поставим Shader Smooth другой вариации так и смотрим да насколько тут раздуется ствол вот видите тут неинтересно почему потому что выбираем нашу вот эту штуку и ствол можно раздуть побольше допустим что это дает нам size чуть-чуть можно еще вертик в группу добавить так раз бомж о вот здесь вот прикольно видите ствол как будто надувается и бац так значит пулю там можно еще сделать так где она тут вот здесь пулю можно сделать с побольше вот тогда вроде бы и на выходе она нормально смотрится да но более-менее так так и на пулю стоит да а обжиг поставим тогда вот на эту а ну-ка бэмс 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 прикольно ну уже какая-то динамика пойдет стрельбе вроде бы для мультяшного само то так ну вот эти косяки значит рассмотрены значит все это дело работает все можете уменьшить размер вот здесь вот допустим для ствола поставить не 0,20 допустим а там 0,05 и тогда он видите будет меньше тогда уже менее интересно для пушки бы еще пошло ну вот для мультяшного самого так интересно бэмс и пуля улетает вот и здесь можно еще пулю сделать допустим с вот так вот и прописка и она оп выходит мелкая выходит большая и все таким вот макаром так вот такая информация если кому-то пригодится если кому-то будет нормально то желательно использовать это также можно для пушек использовать еще для каких-то фишек да вот такая штукенца так а если мы сейчас подождите еще проверим кое-что файл так вот этот я тогда ствол удалю delete это тоже delete и пуля тоже тогда delete и опять же файл link залинкуем desktop наш пистоль так и значит g семерка на нам паде а ну-ка r r значит g опять же перекрутка g g r привязываем к нашему товарищу post mode ctrl p bom object mode и посмотрим значит здесь модификатор этот не работает да модификатор этот не работает а ну-ка файл save сохраним этот файл опять и зайдем в файл open значит выстрел ствола так выберем нашу пулю мы ее delete удалим заведем так на единицы заведем в наш ствол пропишем и и допустим на двадцатом да она должна вылететь на двадцатом она вылетает и двадцать восьмой кадр она уже в никуда так заходим в обликнут выбираем наш ствол находим модификатор cast сфера ставим значит у нас пистолет столь ставим поменьше нашу вот эту 05 здесь ставим побольше надувания а ну да радиус побольше здесь чуть-чуть побольше а ну-ка здесь ставим то это вот так чтоб видно было да тэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн 2,6 тут побольше можно ставить ну 2,8 пойдет о здесь настройка мне больше нравится чем там так файл это я сохраняю сейф и тогда open заходим в бандита и смотрим вот видите а тут она та функция не работает так а ну-ка 20 да а это я спеределывал с 20 по 28 а пуля вылетела значит здесь она в анимации вылетает так задурился вылетает на 48 а не вылетает она на 51 и до 59 все идем значит link как не link open опять же выстрел дом дом save и ставим 58 52 51 да так 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 это значит где у нас пуля заходим заходим post mode и вот это все дело передвигаем значит g на 50 ну так где-то и это тогда cfd где-то до конца файл опять же save сохраняем и файл open уже заходим бандита и смоем 50 во все работает все нормально подгадаться еще по кадрам рановато начал тут 46 почему-то работает хотя я поставил с 50 по 58 а все 45 надувается просто движение и вот нет такого что в замедленной позе да допустим раз и стрельнул здесь с опуском он стреляет поэтому уже нормально о чем вот так еще можно бумс и пуля ушла куда-нибудь там вдаль ну на этом все значит тест этой информации прошел значит все нормально работает в разных видах тут осталось теперь подгадаться как это все гуманно снять чтобы это все дело доставало с кабуры весь процесс можно поделить повторюсь на три части или обыграть это дело пусть он как бы вид на него на глаза будет да а потом он достает значит из кабуры но кабуру не показывать так частично скольжение показать как будто раз и уже по животу этот ствол пошел все он достал и выстрелил ну короче вариантов валом ну вот эта информация мне понравилась динамический пистолет все всем пока 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 все 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 все